Район Теренколь продолжает развиваться. В этом году по программе АУЛ Ельбесыг выделено 275 миллионов тенге. Большая часть была направлена в село Львовка. Был выполнен средний ремонт пяти улиц общей протяженностью более трех километров на сумму 69 миллионов тенге. А в следующем году чистая питьевая вода будет подведена еще в три села. В селе Львовка работа, выполненная за средства, выделенные из республиканского бюджета, ведется масштабно. Сегодня 100% сельских дорог покрыто асфальтом. Также были отремонтированы дом культуры и амбулатория. На это затрачено 163 миллиона тенге. Благодаря реализации программы с дипломом в село в районе выделяются беспроцентные кредиты на приобретение жилья. Максимальная сумма кредитования – 1500 МРП. В этом году 23 молодых специалиста смогли обзавестись домом. Специалист, педагог, ветеринар, сельское хозяйство, сфера, врачи. Я вот хочу еще раз отметить, они могут получить кредит на жилье только там, ну, конечно, кредитная история должна соответствовать, как положено, только там, где он работает. К сожалению, многие хотят, если там приехали работать в школу сельскую, да, пусть там Ивановка, Трофимовка. Но многие хотят купить жилье в райцентре, в Теренколе. Тут, конечно, согласно закону мы не имеем права. Также в районном центре есть наличие арендное жилье, которое находится на балансе государственного фонда. Аграрии Теренколе беспокоились за урожайность, ведь в районе в летний период отмечалась засуха. Говорить о засухе во всем районе – это, конечно, неправильно. Были, есть, конечно, некоторые округа, где немножко осадков было меньше, чем с уровнем прошлого года. Однако в среднем, в среднем урожай собрали, я вот еще раз отметил, что на 0,5% мы, в принципе, по всем показателям сельскохозяйственным, мы в плюсе по сравнению с прошлым годом. Вопрос с нехваткой пастбищ на повестке не стоит. 30 тысяч мы вернули. Это из них 21 тысяча гектар – это земли населенного пункта, которые были выданы ранее. То есть земли населенного пункта – земли общего пользования. Зарезервировали земли населенного пункта, согласно закону Республики Астан, кодекса земельного. Мы выдавать не имеем права. Мы вернули, теперь выдавать их никто не будет. Также в 2023 году за счет средств эспубликанского бюджета будет проложен централизированный водопровод в селах Песчаная, Ивановка, Осмирыжеск.